является просто коммутатором операторов, а справа стоит единица, ну и вот, значит, надо найти такие операторы, чтобы коммутировали на единицу. Здесь уже непонятно, что поставить справа, потому что если я вдруг объявлю, что вот эти буковки уже больше не коммутируют, то что в квантовой алгебре должно здесь стоять, это большой вопрос, потому что в коммутативном случае величину АВ, как вы понимаете, я могу написать и величину БА, и могу написать АВ плюс БА пополам, и могу представить кучу других способов, это все будет одно и то же в коммутативном случае. Поэтому что поставить вот здесь в квантовом случае, это уже, так сказать, некая проблема. Ну и третий вид скобок, который мы с вами вводили, тоже квадратичный. Скобка Семенова-Тиньшанского, она тоже определяется через вот эти вот Т1, Т2, здесь Р2, 1, по-моему, было, минус, ну и там еще три слагаемых. Вот такие скобки у нас были, и теперь мы начали говорить о том, что давайте построим квантование этих скобок, и дали определение, что такое вообще квантование, если у вас есть какая-то ассоциативная коммутативная алгебра с поосоновой структурой. Тогда квантование – это некая некоммутативная алгебра, которая находится, связанная с вот этой коммутативной определенными правилами. Вот, и, значит, давайте я напомню это определение. И мы с вами сейчас просто явно построим квантование всех вот этих вот трех скобочных структур. И проиллюстрируем на простеньких примерах, какие там возникают особенности, и что надо всегда иметь в виду. Итак, значит, если у нас есть некоторая коммутативная алгебра F, значит, F – это коммутативная алгебра, ассоциативная, и на ней задана поосоновая структура, скобка поосона. Вот, структура, давайте с большим буквы. Значит, а что мы будем называть с вами? Ну, то, что я вам сейчас давал определение, это определение так называемого деформационного квантования. Значит, некоммутативная алгебра. Вообще говоря, уже не над числовым полем, а над кольцом рядов формальных. Над кольцом рядов от некого формального параметра H, который называется параметром квантования. Вот. В первом примере, который мы с вами будем разбирать, нам достаточно будет кольца полиномов, не надо будет эти целые ряды тащить. Вот. Ну, вообще говоря, надо будет рассматривать формальные ряды от этого параметра. Значит, вот эта некоммутативная алгебра, FH, давайте ее обозначим. FH. Вот. Мы будем называть ее квантованием вот этой вот нашей алгебры с поосоновой структуры, если у нас есть следующая вещь. Значит, мы из этой коммутативной алгебры строим вот такой объект. Ну, то есть, это алгебра рядов по параметру H с коэффициентами из коммутативной алгебры F. Да? И мы требуем, чтобы мы смогли построить линейный изоморфизм вот над вот этим вот. Линейный, в смысле, вот этого кольца. Да? То есть, мы должны построить изоморфизм альфа-H. Значит, Итак, эта штука квантования, если существует линейный изоморфизм, изоморфизм как вот этих вот CH-модулей, альфа-H, который вот эту вот нашу конструкцию отправляет вот эту некоммутативную алгебру FH, и у нее на этот изоморфизм мы накладываем такие свойства. Ну, во-первых, во-первых, мы должны требовать, что компонента F0, которая вот в той этой, которую мы определим как фактор по идеалу вот этой вот большой алгебры FH, по идеалу HFH. Она изоморфна нашей коммутативной алгебре, как C-алгебра. Поскольку мы отфакторизовали все H, то это вот уже будет только над комплексным числом. Вот. И, пользуясь вот этим линейным изоморфизмом альфа-H, давайте зададим новое умножение, которое будет продолжаться уже до изоморфизма некоммутативных алгебр. Итак, на вот этой F зададим новое умножение, уже некоммутативное. Новое умножение. Давайте его будем звездочкой обозначать, да еще можно снизу значочи каши писать, да? На F или на F рядах от FH. Кто? Где? Там будет зададим новое умножение на F или на рядах от FH. Где? Вот это вот? Да-да-да, нет-нет-нет, вот на вот этой. Это все еще пока коммутативная алгебра, и вот мы на ней зададим новое умножение, которое будет тоже рядами по H. Вот. Значит, и вот это умножение как раз реализует изоморфизм вот этой вот, вот этой новой, уже некоммутативной алгебры с этим звездочным умножением, и вот этой алгебры FH, которая считается ее квантованием. Значит, вот тут вот можно писать, да? Да. Значит, давайте вот будем требовать от этого изоморфизма следующие вещи, что F по-новому умноженное на G, да? Да, вот тут вот H. Здесь у меня уже на самом деле вот эти вот F, F и G, мне достаточно определить, как умножаются элементы алгебры F. Вот это. Поэтому вот эти F и G это элементы коммутативной алгебры F. Ну, потому что, так сказать, если я буду знать, как умножаются любые вот эти коэффициенты, то перемножить ряды с такими коэффициентами я уже смогу, да? вот это по определению, что такое. Я сначала посылаю с помощью этого своего изоморфизма каждый из своих множителей в некоммутативную алгебру. Вот эти товарищи попали в FH. Вот этот кругляшок означает умножение в алгебре FH, некоммутативное. А потом то, что получилось, возвращаю назад. И вот эта штука обязательно должна начинаться с обычного умножения элементов F и G в коммутативной алгебре, а потом возникает ряд. Здесь какой-то C1 от F и H плюс H квадрат от F и G, да, pardon. H квадрат C2 от F и G и так дальше. Где вот это вот C и T это на самом деле билинейное отображение из F на F какие-то F на F в F. То есть это все элементы F. Вот такой вот ряд. И нам существенно то, что начинается с вот этого обычного умножения, это вот требование происходит вот отсюда. все наши отображения, то есть вот это вот альфа H от F, оно должно начинаться с с нечто типа F, да. Так вот, самое важное от этой звездочки, от этой, ну, во-первых, надо еще доказать, то, что эта звездочка ассоциативна, если вот так вот это дело построено, это следует из ассоциативности умножения в некоммутативной алгебре, а вот нам еще требуется, чтобы выполнялся так называемый квазиклассический предел, да. Вот мы так вот определили это умножение, и нам нужен квазиклассический предел. Ну, простите, но на c1, c2, на все прочие есть? Естественно, условия... ...кладываем серьезные условия, серьезные ограничения. Естественно, естественно. Я имею в виду, что если я пользуюсь вот этой формулой, вот этой формулой, такой сжатой, то тогда ассоциативность очевидна. Но если я хочу потом это дело раскрутить в явном виде, то... Или просто определить вот это вот умножение в виде ряда по вот этим буквам в конце, конечно, условия ассоциативности будет требовать от этих c, они начнут друг с другом связываться, да? Вот. Ну, по-моему, в упражнениях будет простейшее свойство c1, потребуется доказать. Так вот, мне надо, чтобы было следующее. f со звездочкой на g h минус g со звездочкой на f h вот по h, да? Ну, это я беру на самом деле по модулю h. Эта штука равнялась бы, ну, то, что на самом деле, если посмотреть на структуру этого произведения и вспомнить, что вот это вот произведение в коммутативной алгебре, то в этой разности вот эти сократятся, а тут возникнет после деления на h разность вот этих коэффициентов c. То есть, это будет c1 от fg минус c1 от gf, антисимметричная часть, ну, давайте вот так напишем по модулю h, чтобы вот эта вот штука равнялась обычной скобке пуассона fg. То есть, вот эта разность равнялась бы пуассоновой структуре, определенной на элементах fg. Вот. Насколько я понимаю, условия ассоциативности на c1 накладывают именно такие скобы, что симметрическая часть c1 обязательно имеет все свойства скобки пуассона. Ну, да, вот как раз то, что это скобка пуассона надо, так сказать, еще, чтобы вот это вот c1, например, есть же на скобку пуассона тоже с своей коби, да, вот, то есть, вот эти коэффициенты c1, вот эти билинейные отображения, которые мы с вами говорили, они удовлетворяют ряду условий, которые должны приводить к тому, что вот это вот непротиворечивая требование, но этот ряд условий гарантируется требованием ассоциативности вот этого умножения. Ну вот, ну и мы будем называть, на самом деле, все, вот ключевой момент это вот этот вот изоморфизм альфа-H, его можно выбрать многими способами, то есть квантование процедура неоднозначная, вот, между различными квантованиями существует взаимосвязь, мы будем их называть одинаковыми, изоморфными, если у вас есть изоморфизм омега-H, давайте его напишем так, вот, изоморфизм из ну вот этого вот нашего квантового FH H, вот то, что мы с вами построили, да, вот, значит, мы будем требовать, чтобы он равнялся единичке на нулевой компоненте тождественной плюс H омега-1 плюс H квадрат омега-2 вот такое вот это все эти самые билинейные отображения, в смысле, линейные отображения, плюс и так дальше, вот, и если вот этот вот изоморфизм дает нам вот такое свойство, что F звездочка H на G равняется омега-H от F, а тут какая-то вот звездочка такая вот H омега-G. вторая алгебра которая вот здесь у нее ну звездочка может быть какая-нибудь другая вот такая штука такие такие алгебры будут у нас такие квантования будут считаться одинаковыми вот и на самом деле при любых таких изоморфизмах кососимметричная часть вот этих вот разность вот этих C1 она не изменяется First звездочка советская и звездочка просто как смежинка это ассоциативное умножение при вот таком определении фактически это определение звездочки советской через звездочку снежинка Нет, нет я 제가 омега обратимое отображение как раз она начинает соединять с самого да ну ну на определение звездочки снежинка через звездочку советскую — Вам очевидно, что, собственно, если одно остается один, то другое остается, да? — Нет, я тут... — Вопрос задал. — Нет, это очевидно, но дело в том, что я считаю, что... — Люди ответят, вам это очевидно? — Да, потому что это не фактически алтик. — Да. Я сказал, что у меня уже построено хорошее квантование со звездочкой-снежинкой и хорошее квантование со звездочкой вот такой вот, советской, как ты ее назвал, да? Вот. И у меня вопрос, когда я их буду считать одним и тем же, то есть когда они изоморфны? Если есть такой изоморфизм, который вот имеет вот такой вид в рядах по аш, да? Который вот эту вот звездочку переводит в произведение образов в другую. — Хорошо, когда я скажу, что это определение изоморфизма автоматически, понимаете, вы бы противоречили, если бы этот изоморфизм с таким способом автоматически не подразумевал, что если одно ассоциативное, то другое ассоциативное. Вы сказали, что у вас есть два ассоциативных умножения, да? И на самом деле, и написать какое-то отображение вот такое между ними. Да. А это... А это... ...между двумя ассоциативными умножениями... Правильно. А это... Такое отображение можно написать. Это порождает, опять-таки, требования на вот эти омеги. В частности, вот в упражнении, я точно это помню, очень просто и красиво доказывается, что вот эта вот штука должна быть дифференцированием алгебры, например, коммутативной алгебры. То есть омега-1 от произведения элементов, это вот произведение омеги на 1 на 2 плюс на 2. Это будет дифференцирование. Вот. Ну, это уже как бы... Нет, а пуассонова структура, она на самом деле во всех квантованиях будет одинаково. Потому что мы требуем, чтобы вот этот квазиклассический предел у тебя был во всех квантовых алгебрах. Если мы ее фиксировали, то тогда это еще не определяет классы изоморфизма квантования? Я хочу сказать, что при таком... Если звездочка советская со снижением связана с таким отображением, то делает для них... Кососимметрическая часть С1 для них совпадает. Это проверяется просто... Вы можете отсюда выписать связь этих кососимметрических частей, и выяснится, что кососимметрическая часть для звездочки советской и для звездочки снежинки автоматически совпадает, если вот это равенство будет. На самом деле, это два класса эквивалентных квантований, которые не меняют скобки. Да. Алгебры могут быть разные, как умножение. Вот мы сейчас как раз этот пример приведем. То есть элементы могут умножаться по-разному, но они будут эквивалентны в том смысле, что есть вот это вот изоморфизм. Ну вот, значит, давайте посмотрим сначала вот эту вот скобка Пуассон-Али. Пуассон-Али. Значит, давайте сразу сделаем утверждение, кто является вот этой самой алгеброй FH. Квантовой алгеброй. Значит, квантованием алгебры функций на матрицах n на n со скобкой Пуассон-Али является объект, который мы вот так обозначим. УH от GLN. Значит, универсальная обертывающая алгебра, алгебры Ли-ЖЛН, но вот определенная, то есть вот этот вот объект, мы будем считать, что эта штука живет над кольцом полинонов. САТАЖ. И определяется она, ну, чуть позже мы дадим общее определение, а здесь вот нам достаточно следующее следующее конструктивное определение. Давайте вот возьмем вот эти вот элементы GLN. GLN, ну, это просто это матрицы размером n, n, всевозможные, да? Вот, и построим из них вот это векторное пространство V, да? Линейная оболочка от E и JT, вот таких вот элементов, которых у нас n квадрат штук, да? То есть это уже не матрицы, не матрицы, а просто вот такие вот объекты. Вот. Строим свободную тензорную алгебру этого пространства V, то есть пространство V и, значит, прямая сумма всевозможных тензорных степеней на САТАЖ. И рассматриваем вот этот, вот фактор этого объекта по двустороннему идеалу, порожденному нужными нам соотношениями. E и J, E, K, S минус E, K, S, но я тут не буду ставить значок тензорного произведения, здесь я ставлю, на самом деле, порождающее множество в квадрате моего, в квадрате вот этого объекта, E, K, S на E и J минус, вот тут появится H на уже много раз мы писали дельта и S E Дельта, K, G здесь стоит, дельта, K, G E и S минус так, извиняюсь, так, значит, дельта, да, K, G K, G на E и S минус дельта и S на E K, G вот такой вот значит, такая бесконечно мерная ассоциативная алгебра, ну, как она выглядит, вот эта алгебра, как модуль над вот кольцом этих полиномов, она разлагается, вот эту вот штуку мы будем называть U, H от G, L, N если я H положу равным единице, да, то есть буду рассматривать просто обычные комплексные числа, то тогда это будет просто обычная универсальная обертывающая алгебра Ли, вот, значит, она разлагается в прямую сумму компонент, давайте вот так, U, K, T на CH и K у нас бежит от нуля до бесконечности, а вот это вот однородные мономы степени K построены из буквок Е, да, вот, как CH модуль, она вот так вот разлагается, и давайте введем упорядочение какое-нибудь на вот этих вот элементах Е, упорядочение там может быть введено упорядочение многими способами. Я понимаю, это все же, наверное, ингредиент, а фитрация, потому что мы, как бы, это соотношение говорили, что мы взяли два однородных элемента степени 2, мы их вышли и получили неоднородный элемент степени 2, то есть... Пожалуйста, это, это, вот, что, кто, кто является элементами вот этой штуки? Всевозможные линейные комбинации конечные, всевозможных конечных произведений. То есть, вот этот вот элемент, это просто объект вот этого товарища. Ты строишь по ним идеал, то есть, что такое идеал по соотношению? Это означает, здесь ты приписываешь любой элемент отсюда и здесь любой элемент отсюда. Я просто хочу сказать, что, как бы, вот это ЛК, это уже, как бы, это не продлеровка, то есть... Нет, 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 я сказал, что она раскладывается в прямую сумму, как вот этот вот CH-модуль, но, конечно, когда ты начинаешь их там перемножать и так дальше, то, пользуясь вот этими соотношениями, они, из них сыпется что-то вниз, более маленькое. Да. Вот. Ну, сейчас как раз на маленьком примере, на малоразмерном примере приведем просто явные выражения. Вот. Это просто я описал структуру как линейного пространства. Ну, вот. Значит, а как раз то, вот о чем сейчас спрашивалось, оно как раз вот приводит, в смысле, решается так называемая теорема Планкаре-Бергофа-Витт. Ну, вот давайте упорядочим как-нибудь эти элементы. Например, Е и Ж, Т меньше, чем Е, К, С, Лексикографическое упорядочение это если И меньше К, или если И равно К, то есть номера строчек совпадают, ну, тогда должно Ж меньше С быть. Вот тогда, значит, это линейный порядок на множестве моих генераторов. Вот, и теорема Планкаре-Бергофа-Витта говорит, что вот в этом факторе, да, то есть базис вот этих однородных маномов доставляется вот такими вот объектами И1-И1-Ж1-Е-И-КТ-ЖКТ-Г, где вот они все как раз упорядочены, то есть И1-Ж1 меньше, ну, например, вот так, ИКТ-ЖКТ-Г, меньше или равен то, что могут быть одинаковой степени встречаться. Вот, вот это будет базисом вот этих вот однородных компонентов. Вот. Это, так сказать, один возможный базис, а второй, мы будем как раз сегодня тоже его рассматривать, второй возможный базис – это полностью симметризованные произведения, так называемый Велевский базис, то есть если у меня есть какой-то МОНОМ, ну, давайте я не буду писать вот эти двухиндексные, какой-то Е1-Е-КТ, я его всегда могу всевозможными перестановками, единственное К-факториал, сумма по всем сигма, принадлежащим группе перестановок, превратить в такую вещь сигма от 1 Е-сигматка. Вот набор вот таких полностью симметричных компонентов – это тоже будет возможный базис вот в этих однородных компонентах. Ну и на самом деле наши два примера разных квантований будут связаны как раз с выбором вот таких вот возможных базисов. Ну вот, значит, скажем, вот для случаев, теперь давайте возьмем в случае N равно 2, N равно 2, ну и давайте вот обозначим Е1-1 буквой А, Е1-2 обозначим буквой В, ну давайте вот тут шляпки ставить для того, чтобы Е2-1 обозначим буквой С и, наконец, Е2-2 обозначим буквой Д. Вот 4 генератора ЖЛ-2 у нас и здесь они написаны как раз вот в этом самом порядке. Ну и что нам говорит наша теорема, что любой маном К-тового порядка я могу записать в виде А в какой-то степени К1, В в какой-то степени К2, С в какой-то степени К3 и Д в какой-то степени К4, так, чтобы К1 плюс К2 плюс К3 плюс К4 равнялась бы вот этой самой К. Вот такие вот у меня независимые элементы сидят вот в этих вот независимых, если я учту фактор по вот этим соотношениям. Ну и стало быть, ну скажем, вот элемент А2, какой-нибудь Б среди кубических мономов, это вот один из базисных элементов вот такого типа. А он же, ну, так сказать, выбранный вот в виде симметрического Великского базиса, здесь будет на самом деле единичка на 3 А2 Б плюс А Б А плюс Б А2. А2. в Велевском базисе этому элементу соответствует вот такая комбинация. Можно работать с такими и с такими. То есть, вот это выглядит, конечно, внешне проще, вот, но из некоторых соображений Велевский базис более симпатичный. Мы сейчас как раз с вами увидим. Ну вот, теперь давайте сделаем следующее. вот у нас есть наша алгебра порожденная коммутативная генераторами Т и ЖТ. Т и ЖТ. Вот. Опять же, это вот это вот моя то есть полинома от этих штук. Это моя алгебра ФН. и если я рассмотрю вот эту вот такой объект, который мы сейчас должны будем с вами квантовать, его тоже можно разложить в прямую сумму однородных компонент катых вот по вот этим вот буковкам Т. Так, ну давайте мы здесь тоже вот так вот будем на CH. И вот поскольку вот эти буковки Т коммутируют, да, то здесь вот в этих вот однородных компонентах я их могу располагать как угодно и очевидно в данном случае, что упорядоченные буковки Т вот по такому же правилу, ну по лексикографическому упорядочению, они образуют базис вот в этих коммутативных компонентах. Давайте построим наш альфа-H на базисных элементах. То есть если я научусь вот эти вот элементы отображать вот сюда, вот, это все, что мне нужно, то это уже будет как раз мы увидим, что мы достигнем нашей цели. Итак, давайте зададим на базисных элементах наш CH линейный изоморфизм. Вот. И тогда на все остальное он по линейности конечно распространится. Ну и зададим очевидным образом Т И1 G1 и так дальше Т ИН ИК Т ЖК Т Я буду говорить, что это Е И1 G1 Е ИК ЖК при условии, что это упорядоченные элементы. Вот. А как мне вернуться назад? Я же должен обратное отображение сделать. А вернуться назад, возвращаться назад, я буду следующим образом. Если я теперь беру произвольный элемент из универсальной обертывающей, я его сначала должен буду представить в виде линейной комбинации вот таких упорядоченных товарищей, а потом упорядоченные товарищи верну вот в эти полиномчики. Ну вот по этому правилу. Это как раз приведет к тому, что мое звездочковое умножение будет некоммутативным. Ну вот давайте посмотрим, как это все работает для вот этого маленького случая n равно 2, который мы с вами сейчас стали разбирать. Вот. Значит, буковки А без крышки это у меня вот эти вот Т и ЖТ. Значит, Т1,1 это А и так дальше. Т2,2 это Д. Без всякой крышечки. И структура скобки Пуассона, Пуассона Ли А, Б Пуассона Ли у меня будет равняться здесь Б А, С Пуассона Ли это минус С А, Д Пуассона Ли это у меня просто ноль и еще какие у меня есть отношения Б, С Пуассона Ли это А минус Д вот БД у меня БД Пуассона Ли это просто Б и наконец это минус С вот такая структура Пуассона Ли вот на самом деле структура алгебры Ж Л2 она точно такая же только надо вот эти вот фигурные скобочки заменить на коммутаторы шляпочных элементов и тут справа еще всюду аж поставить то есть у меня будет вот такое вот соотношение АБ минус БА равняется H ну вот что здесь стоит H Б и так дальше вот это вот перестановочные соотношения которые у меня сидят в ЖЛ2 ну вот и вот это вот мое квантование оно значит будет выглядеть вот 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 этот изоморфизм альфаш он будет выглядеть просто если я возьму упорядоченный моно из буковок А без шляпок то он превратится в такой же упорядоченный моно но с буковками со шляпками А в степени К1 Д в степени К4 это будет H со шляпкой К1 Д в степени К4 ну вот посмотрим теперь какую звездочку мы получим на вот этих буковках А, Б, С которые раньше у нас были коммутативными элементами вот воспользуемся вот этой вот формулой давайте А звездочка умножим на Б это что нам надо значит мы наша формула такая альфа H в минус первой альфа от А умножить на альфа от Б это будут элементы которые у меня сидят вот в этой самой УН ну в данном случае на линейных генераторах у меня здесь будет стоять альфа H в минус первой от А на Б ну давайте я тут кругляшок этот не буду писать это символизирует умножение вот в этой вот алгебре универсальной обертающей ЖЛХ ну и поскольку вот эта штука упорядочена им анон да то это будет А умножить на Б звездочковое произведение осталось таким же какое было в коммутативной алгебре а вот теперь давайте умножим Б на А Б на А H это опять альфа H в минус первой значит альфа от Б это у меня будет Б с крышкой альфа от А это будет А с крышкой вот этот вот эту штуку чтобы на него подействовать моим отображением альфа минус H это не упорядоченный ману значит я его сначала упорядочить но я его упорядочу альфа H минус первой вот отсюда смотрите Б это есть АБ это правильный порядок лексикографический плюс вот этот вот минус точнее линейный АБ минус HБ и возвращаясь назад это получается АБ минус HБ то есть вот это вот умножение оно по-прежнему так сказать начинается с коммутативного умножения ну и отсюда я вижу что у меня моя звездочка как раз АХ на Б минус Б на АХ это как раз HБ если я поделю на Б опять это будет скобка Порсона да потому что АБ только что я эту скобку Порсона стер это Б то есть вот квазиклассический предел выполнен и на самом деле это просто вот воспроизводится вот это вот вот эта вот структура которая есть в универсальной обертывающей уже ЛH да ну вот давайте еще один примерчик посмотрим а потом скажем какой недостаток вот этого отображения давайте попробуем взять в коммутативной алгебре элемент АС и звездочковым образом умножить его на элемент БС да вот значит это у нас будет с вами АЛЬФАН минус первой значит вот эту штуку надо отобразить нашу ЖЛН но поскольку они упорядоченные я здесь пишу А с крышкой С с крышкой то же самое вот здесь Б с крышкой С с крышкой а вот этот элемент он не упорядоченный да буковка С стоит не там где должна быть у нас в этих самых в маномах четвертой степени как и в любых других на первом должно быть А на втором Б на третьем С значит вот эти вот два элемента придется переставить пользуясь правилами которые у меня существуют в универсальный обертающий уже ЛН так значит А на Б на С квадрат да вот это вот я Б и С переставил и у меня возникает минус А А квадрат С это перестановка и плюс H А Д С еще одно слагаемое возникло у которого буковка Д стоит не на месте его надо дополнительно переставить ну и если я это делаю все сделаю и у меня получится разложение вот этого манома в маномы которые все лексикографически упорядочены на таких маномах я знаю что такое альфа в минус первой и тогда я когда вернусь в коммутативную алгебру я получу ответ А Б С квадрат плюс H А С Д плюс H А то есть минус H А квадрат С и еще квадратичное слагаемое плюс H квадрат АС вот у меня моя звездочка начинает уже здесь так сказать увеличиваться уже появляются члены следующего порядка а если я наоборот умножу Б С звездочка А С H ну здесь получится в силу того что вот здесь вот буковка А будет не на месте стоять да у нас будет Б с крышкой С с крышкой А с крышкой С вот это А с Б С с произведением Б С в универсальной оберточке коммутирует поэтому это окажется только вот этот вот вот это слагаемое А Б С квадрат вот и если я опять вычту возьму разность вот этих выражений поделю на H ну вот этот член порядка H квадрат он вылетит по модулю H то что останется это опять будет скобка Пуассона вот Пуассона Ли вот это АС с Б С то есть вот это вот так сказать звездочковое наше умножение оно вполне себе реализует вот это квантование но тут есть одна особенность вот вот в этой нашей алгебре Пуассоновой вот с этой скобкой Пуассона Ли у нас был большой Пуассонов центр вот ну в данном случае размерности 2 он порождался суммой то есть следом А плюс Д это было у нас П1 от нашей от нашей матрицы Т и следом в квадрате который не понял что ты говоришь какая функция от элементов Пуассонового центра мы снова получим элемент Пуассонового центра ну в смысле функции что по линому всевозможным да да конечно это как генератор да 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 Пуассоновый центр бесконечный но он генерируется всего двумя объектами то есть любой элемент Пуассонового центра это какой-то полином от от образующих вот это и второй который я сейчас напишу это А квадрат плюс Д квадрат плюс 2 БС это трейс Т квадрат или П2 Т ну как мы с вами говорили в случае размерности М Пуассонов центр как бесконечная ассоциативная под алгебр порождается N образующими N следами так вот в чем не очень так сказать ну или детерминатные да там образующие могут быть либо элементарные симметрические от матрицы либо скажем эти самые ну в общем любые инвариантные вот такие вот инвариантные объекты относительно действия группы Желин так вот что какую претензию мы можем выдвинуть вот этому нашему квантованию оно всем хорошо но например вот оно не переводит скажем Пуассон центральные элементы в центральные элементы универсальной обертывающей дело в том что в универсальной обертывающей у Желин у него тоже есть центр и этот центр на самом деле тоже описывается так называемыми инвариантами Гельфанда вот ну один из наборов образующих центра универсальной обертывающей теперь я вот из строя матрицу Е вот из этих вот Е и ЖТ да и беря следы этой матрицы я получаю объекты которые в ЖЛН коммутируют друг с дружкой вот но конечно там если я например вычислю квадрат следа я получу не вот это выражение а получу выражение так сказать упорядоченное так вот смотрите значит если я теперь возьму и применю вот этот вот свой изоморфизм альфа-H к вот этой к вот этой штуке да то есть альфа-H ну да попробую отобразить его а квадрат плюс д квадрат плюс 2бс во что это перелезет это перейдет в а с крышкой квадрат плюс д с крышкой квадрат это упорядоченный манул 2б с крышкой с крышкой вот отобразились в квантовую алгебру а вот эта штука она не центральна в универсальной обертывающей а вот эти варианты в универсальной обертывающей это например в степени е как матрица с никого да да вот то есть когда ты их перемножаешь да ну след там останется по-прежнему сумма вот этих е а вот когда ты их будешь умножать да там есть уже будут особенности вот давайте вот это посмотрим что же будет квадратом следа вот мы написали то что мы получили с помощью нашего квантования да а что даст инвариант гельфанга чем он будет отличаться ну то что это не не центральный элемент легко проверить с помощью перестановочных соотношений попробуйте протащить через вот эту штуку буковку скажем какую-нибудь b например и уже будет не 0 она не коммутирует с генератором а вот если я теперь возьму смотрите а с крышкой б с крышкой c с крышкой d с крышкой и умножу его на а с крышкой b с крышкой c с крышкой d с крышкой вот это две матрицы но с некоммутативными элементами я буду следить поскольку я потом захочу брать след буду следить только за диагональными элементами что у меня получится вот в этом углу у меня получится а с крышкой квадрат плюс b на c вот это b слева умножается на c ну тут что-то свое что-то свое что нас не интересует А что здесь будет? Здесь будет d с крышкой в квадрат плюс c на b. Вот это c первым слева умножится на b. И вот эту штуку, в силу того, что у меня не перестановочная, я не могу написать как bc. Если я теперь возьму вслед этого объекта, я получу a с крышкой в квадрат плюс d с крышкой в квадрат плюс bc плюс cb. А тут у меня 2bc. То есть я, конечно, пользуясь своими перестановочными соотношениями универсальной обертывающей, вот эти cb превращу в bc, но тут возникнет еще линейное слагаемое, минус hb, там что-то такое. Вот видите, вот этот элемент действительно центральный в универсальной обертывающей, но, к сожалению, наше квантование по сон центральной элементы в центральные элементы квантовой алгебры не переводит. А вот другое квантование этим свойством обладает. Квантование вейлерское. Давайте вкратце напишем, какая там будет разница. Давайте теперь будем говорить так. Мы будем наши элементы коммутативной алгебры перегонять в маномы со шляпками, но только полностью упорядоченные, полностью, так сказать, симметризованные. Вот. Что тогда у меня будет? Вот давайте обозначим βh. Вот это наш изоморфизм. Он будет, скажем, t1 и так дальше, tk, ну, это вот я условно так обозначил, да, давайте вот такой даже написать. Чтобы не писать и 1, g1, и k, и jk. Он будет у меня перегонять единичку на k факториал сумма есигма-1, есигма-к, вот такую, да, в полностью симметричную комбинацию из вот таких же, вот, с такими же номерами, но только полностью симметричную комбинацию. Это тоже будет квантование. Но давайте посмотрим. Например, вот эта новая звездочка, давайте ее другим даже символом обозначим. Значит, а звездочка b по определению это βh в минус 1 на βh от а на βh от b. Ну, на линейных генераторах первой степени нам упорядочивать и синитаризовать нечего, да, поэтому это будет что? Это будет βh в минус 1 от объекта а с крышкой, b с крышкой. И вот для вот этого изоморфизма это плохой объект, он не упорядочен, да? Давайте его упорядочим, чтобы мы не знаем, как βh применять к такой штуке. Мы можем βh в минус 1 применять только к базисным элементам. А базисные у нас целиком симметризованные вещи. Ну, давайте симметризуем. βh минус 1, это будет ab плюс ba пополам. Вот это я уже знаю, что это такое. Я просто вернусь назад и сотру шляпки. Оно, чтобы не было тождества, я должен написать здесь ab минус ba пополам. Значит, это хороший объект, это уже у меня базисный элемент, а это в силу моей алгебры универсальной обертывающей, это просто h пополам b. h пополам b с крышкой. А это генератор первой степени, на него мое β тоже хорошо действует. И мы с вами получим ответ ab минус h пополам b. Вот звездочковое умножение, порожденное изоморфизмом бета, изменилось по сравнению с альфой. У нас, помните, было альфа, было ab минус целое h. Вот, а если я теперь b сделаю, b h. В прошлый раз это было просто b а коммутативно, а здесь будет ab минус h пополам b. Тоже h появится. Вот, и, подождите, не минус, ab, там у нас было плюс. Да, а вот тут минус. И опять разница вот этих вот двух звездочек приведет к тому, что вот это h пополам и там h пополам превратятся в hb, все будет, так сказать, требование, чтобы у нас получалась скобка Пуассона, сохранится. То есть это тоже квантование. Но вот это, вот этот изоморфизм бета, он уже лишен вот этого недостатка, и он центр, Пуассон, центральные элементы, переводит в центр квантованной алгебры. вот это бета, оно как раз действует так, как нужно. Давайте я попробую посмотреть, что такое бета h от квадрата детерминанта. То есть а квадрат плюс d квадрат плюс 2 bc. Значит, вот эти товарищи при симметризации, это просто будет а с крышкой, квадрат, плюс d с крышкой, квадрат, а здесь симметризация будет, даст 2, а здесь даст bc с крышкой, плюс cb с крышкой пополам. эта двоечка сократится, и мы получим инвариант гельфонда. Вот это отображение Пуассон центральную функцию переводит в центральный поленом в квантовой алгебре. То есть квантования бывают разные, и кто-то из них более удобен, кто-то менее. Ну, в общем, каждый раз это, так сказать, это все определяется выбором вот этого конкретного соответствия. В физике это постоянно большая проблема. Значит, построить полное вложение коммутативной алгебры наблюдаемых в квантовую алгебру, которая получается квантованием канонических перестановочных соотношений. То есть построение вот этого изоморфизма альфа-Аш, вот, оно, ну, физики обычно ограничиваются всегда первым порядком, первыми несколькими порядками. Вот. Не строится задача полностью любую функцию превратить в самосопряженный оператор. Только те, которые интересны и с которыми связаны какие-то полезные свойства физической системы. Ну, давайте вкратце теперь, сколько вообще сейчас времени у нас еще? 20 минут до конца пары. Ну, вот сейчас как раз мы на этом и закончим. Значит, теперь вот давайте посмотрим на скобку склянина. Я уже не буду в такой подробности. Значит, если мы скобку склянина для случая n равно 2, да, я приведу явный вид ее для n равно 2, а вообще говоря, у нас матрица r1,2, мы с вами, порожденная r-матрицей Дринфельда-Джимба имеет вот такой вид. Вот такая матрица. И если мы напишем вот это перестановочное соотношение, мы у скобки склянина получим вот такие вот выражения. Скобка склянина АВ это есть просто АВ. Скобка склянина АД АС давайте АС это тоже АС. скобка склянина АД это 2БЦ. 2БЦ. Так, дальше. Скобка склянина БЦ равна нулю. Коммутирует. То есть способ коммутирует. И сколько у меня здесь раз, два, три. Скобка склянина БД это просто БД произведение Ну и наконец последнее CD это тоже CD. Здесь уже как мы говорили ну а в общем виде мы с вами выписали в самом начале лекции я напомнил вам как это выглядит. В данном случае вот вот эта пуассоновая структура обладает гораздо меньшей симметрией в смысле пуассоновский центр у нее в данном случае порождается всего одним элементом это детерминантом матрицы то есть АД АД минус БЦ это единственный пуассон центральный генератор то есть любая функция которая в смысле скобки склянина имеет нулевую скобку пуассона с чем угодно она просто какая-то функция от этого детерминанта вот след А плюс Д уже не пуассон центральная штука вот утверждение квантовой алгебры отвечающей значит алгебре полиномов от Т и ЖТ снабженных скобкой склянина является следующая алгебра порожденная генераторами Т Т и ЖТ с крышечкой вот так напишу это уже не коммутативные генераторы и матричное соотношение такое R12 T1 T2 равняется T1 T2 R12 значит что такое R здесь R это R-матрица отвечающая классической R-матрице которая была в скобках ну вот вот это соотношение записано давайте вот так вот поставлю здесь кругленькое R-кругленькое а тут поменяю вот такое вот мы будем пользоваться немножко другим другой формы этой алгебры но пока запишем вот так здесь вот это R-кругленькое это есть как раз квантовая R-матрица отвечающая классической R-матрице единичка плюс H R12 вот это R12 которая определяла по сонову структуру скобки склянина плюс и так далее вот для случая N равно 2 Ринфельда Джомбо да это вот это вот R-матрица вот эта R-матрица выглядит следующим образом Q 0 0 0 0 1 0 0 0 лямбда 1 0 0 0 0 0 Q здесь значит лямбда это Q минус 1 на Q вот а вот этот параметр H это логарифм Q Q есть степень H вот на самом деле здесь уже как бы требуется уже требуются формальные ряды по параметру H но поскольку тут у нас параметр H входит вот в эту буковку Q вот таким образом его на самом деле можно специфицировать то есть можно считать что это число неформальный параметр а вот такая штука значит откуда вот это следует да давайте убедимся что да вот вот это соотношение всем понятно что здесь написано вы уже привыкли к этим ну да это можно сказать так значит что мы построим множество некоммутативных алгебру некоммутативных полиномов от этих тест-крышечкой и факторизуем по вот этим квадратичным соотношениям это можно так сказать да когда все полиномы независимы вот а я просто имею ввиду что сама вот эта запись что означает она означает следующее R I1 I2 A1 A2 а здесь генератор T с крышечкой A1 G1 G1 T с крышечкой A2 G2 вот по вот этим A идет суммирование а справа стоит наоборот значит у меня стоит T2 то есть T I2 A2 T I1 A1 на R кругленькая A1 A2 G1 G2 вот это такие квадратичные соотношения то есть это какой-то квадратичный однородный полином из T с крышечкой равняется другому квадратичному однородному полиному из T с крышечкой вот такие вот вещи так сказать у нас в нашей алгебре выполняется и если я возьму например опять случай n равно 2 вот такой то тогда явный вид этих соотношений он очень простой A с крышечкой B с крышечкой это оказывается просто Q B A потом что у меня A C это есть Q C A A D минус D A это самая сложность соотношения равняется лямбда B C лямбда это Q минус Q минус первой вот B и C просто коммутируют ну скобка по суну у них равна нулю B D равняется Q D B и C D равняется Q D C вот такая вот 6 значит соотношений на наши генераторы они тоже позволят любой в результате понятно что любой маном который составлен из вот этих генераторов может быть приведен к упорядоченному виду например все буковки A смещаются на первую позицию все буковки B на вторую все буковки C на третью все буковки D на четвертую вот это будет так сказать такой вот базис в однородных компонентах вот этой алгебры ну и кстати отсюда легко видеть если я напишу это же у меня как бы звездочковое умножение да вот например давайте вот отсюда эту скобку вернем назад убедимся что здесь у меня есть скобка ли скобка склянина то есть здесь у меня написано A звездочка H B равняется A Q я уже разложу единичка плюс H плюс и так далее B звездочка A ну и поскольку у меня надо все следить до первого порядка из этого что следует A звездочка B минус B звездочка A H вот эту единичку перетащу сюда поделю поделю на H и здесь у меня останется что это равно B A плюс нечто O от H которое пропорционально H вот потому что вот это B со звездочкой A со звездочкой это у меня начинается с B плюс H на нечто по определению звездочков произведения и если я так сказать с точностью до первого порядка H беру у меня вот это только останется то есть вот вот это вот двойка которая была в скобке склянина скобка да скобка склянина А и Д она из этой лямбды происходит потому что Q минус 1 на Q начинается с 2H разложения вот поэтому вот эта двоечка как раз вылезет и вот эта структура BC которая осталась то есть проследить какая какая скобка стоит вот за этой квантовой алгеброй в данном случае очень просто убедиться что это действительно скобка склянина вот ну и последнее да ну естественно это я написал вот здесь а то что у нас получается скобка склянина вот из общего вот этого выражения ну это столь же просто выписывается как как вот я только что сделал давайте вот эту R заменим единица плюс H R1 2 плюс нечто дальше да сложим здесь у меня написано T1 звездочка T2 равняется T2 звездочка T1 на единичку плюс H R1 2 плюс и так дальше ну и теперь опять вот эти две звездочки перетаскиваю в одну сторону все что с H перетаскиваю в другую сторону H R H T2 звездочка T1 R1 2 минус H вот это вот R1 2 T1 звездочка T2 плюс нечто еще которое вот от этих слагаемых идет ну и после того как я поделю на H да и вспомню что в этой звездочке мне тоже надо оставить только самое первое слагаемое нулевое по H у меня как раз получится звездочку можно просто стереть будет ну а T2 T1 тогда будет равно T1 T2 потому что это коммутативная алгебра у меня получится скобка склянина T1 T2 R1 2 минус R1 2 T1 T2 то есть в первом порядке по H вот это вот вот это вот алгебра она дает скобку склянина вот это одна из алгебр которой мы будем с вами интересоваться она называется если вот эта R-матрица получена из ну является R-матрица Дринфельда Джимба то это называется квантовая алгебра функций на группе SLN группе SLN после факторизации по детерминанту вот вот это пример квантовой группы что такое квантовая группа на самом деле это алгебра функций которые живут на этой группе проквантованные на самом деле если вам задана некая группа то все ее свойства можно восстановить изучая алгебру функций на этой группе регулярных достаточно потому что там есть так называемая ко-структура ко-умножение в которой целиком в ней зашифрована вся структура группы вот как раз вот эти ко-структуры мы с вами будем изучать сейчас на втором на втором часе есть у нас еще пять минут вот ну и последняя скобка Семенова-Тиньшанского самая такая сложная да итак значит вот теперь если у меня в качестве по-соновой структуры я взял скобку тоже квадратичную скобку Семенова-Тиньшанского она отличается от вот этой скобки склянина тем что у нее опять большой по-сонов центр с таким же количеством генераторов как и для скобки по-сона ли вот то ее квантование приводит к другой квантовой матричной алгебре которая встречается в различных задачах матфизики в интегрируемых системах у которых есть границы вот это обычно это матрица L квантовый аналог вот этих T и JT она называется граничным оператором так вот если я возьму скобку склянина скобку Семенова-Тиньшанского то тогда вот эти вот квантовые генераторы давайте L с крышечкой их обозначим это матрица L и T JT будет N квадрат генераторов да в этой моей квантовой алгебре и удовлетворяют они таким перестановочным соотношением R кругленькая 2 1 R кругленькая опять строится из R матрицы которая входит в скобку Семенова-Тиньшанского на L2 на R кругленькая 1,2 L1 видите здесь уже другая немножко структура это R лезет в серединку тоже L1 R2,1 L2 R 1,2 вот такие квадратичные соотношения значит L2 L1 напоминаю это L тензор на единичку это матрица N квадрат на N квадрат а L2 это единичка тензор на L тоже матрица N квадрат на N квадрат ну а сама R матрица это тоже вот если сейчас вот эту вот R матрицу тоже разложить 1 плюс H на R классическое вы здесь опять в первом порядке по H откроете структуру скобки Семенова-Теншинского такая более сложная 4 элемента ясно что будут 4 элемента да потому что здесь вот у меня здесь 1 R 1 плюс R тут 1 плюс R тут 1 плюс R тут 1 плюс R разлагаете тут 4 элемента тут 4 элемента вот поэтому скобка Семенова-Теншинского содержит в правой части 4 слагаемых вот это вторая квантовая алгебра алгебра уравнение отражений про которую мы наверное будем говорить больше чем про алгебру РТТ вот хотя бы из всех соображений что она например хорошо подходит для вопросов некоммутативной геометрии с помощью нее можно определять квантованные многообразия орбиты коприсоединенного действия но тоже квантовое многообразие это алгебра функции которая живет на этом многообразии как известно из алгебра геометрии алгебра функции на многообразии определяет это многообразие поэтому квантовое многообразие называется квантовой сферой например что называется это квантованная алгебра функции на обычной сфере вот эта штука она хорошо подходит потому что у нее центральные элементы хорошие которые как раз фактор по которым по этим центральным элементам позволяет вырезать орбиты к присоединенного есть она вот эта факторизация выдерживает в отличие от алгебры ртт ну вот давайте на этом остановимся вот у меня кстати уже бибикает что ровно 4 часа я ничего не хорошего искал значит сейчас мы с вами ребята разберем некую специальную структуру которые обладают наши квантовые матричные алгебры но в частности например универсальное обертывающие тоже может считаться квантовой матричной алгебры но обычно под этим делом подразумевается алгебра вот вот эти вот с квадратичными скобками вот все они являются так называемыми алгебрами хопфа и это крайне полезное свойство для скажем для теории представлений например вот и что что это такое и как устроен эта хопфа структура мы с вами сейчас как раз и разберем ну сначала дадим просто некоторые определения а потом посмотрим как они реализуются на наших этих квантовых алгебрах и так значит начнем с весьма таких всем вам хорошо известных вещей я надеюсь да я чуть-чуть только перепишу вот давайте сейчас посмотрим на определение ассоциативной алгебры с единицей и запишем его в виде чуть-чуть на другом языке и так вот пусть у нас значит что такое ассоциативная алгебра с единицей а значит это линейное пространство над каким-то полем к до линейное пространство над к на котором задана бинарная операция паре элементов сопоставляет элемент из а и это бинарная операция она удовлетворяет хорошо известным свойствам да ну первое свойство она должна быть били нейна по своим аргумент то есть м от альфа а плюс бета б какой-то цель равняется альфа м от отцы плюс бета м от bc и по второму то же самое по второму аргументу то есть вот эта операция называется операции умножения если она били ней на по своим аргументам второе это операция ассоциативно то есть если я перемножу парочку элементов а потом умножу на третий элемент до этой это все ну что м от а м от bc ассоциативная алгебра с единицей и третье существует элемент е а который умножается на любой элемент алгебры оставляет его на месте для любого а из нашей нашего линии напрасно вот три хорошо известных определения ассоциативно давайте напишем это определение на языке так называемых коммутативных диаграмм давайте посмотрим вот прежде всего вот сюда отсюда мы видим что вот свойства били нейности нашей операции м на самом деле означает что наша операция определена на на тензорное произведение а м и линейная структура тензорного произведения переходит линейную структуру а то есть это гомоморфизм линейных пространств прежде всего вот и вот это вот свойства ассоциативности давайте запишем его следующим образом что она делает она берет тройку элементов a b c да то есть давайте вот напишем рассмотрим тензорное произведение она она а вот какой-то элемент а тензор b тензор c что нам говорит вот это свойство ассоциативности значит я могу сначала взять с помощью вот этого своего гомоморфизма вот это тождественное отображение вот эту ножку не трогать эти две перемножить и куда я попаду я попаду вот сюда перемножили вот эти а потом внешним вот этим вот буковкой м я попаду в алгебру а а второе равенство справа которое написано говорит о том что я вот эту ножку оставил на месте то есть применил к этой тройке вот такую композицию отображения тоже попал а на а а потом с помощью м попал в алгебру а вот свойства ассоциативности говорит что это диаграмма коммутативно диаграмма коммутативно если результаты ее обхода по разным путям совпадают если пути начинаются и заканчиваться в одной точке обход по пути означает выполнение всех операций которые по дороге встречать вот свойства ассоциативности обычного умножения выражается вот такой диаграммка и давайте тоже придумаем диаграммку и перепишем немножко вот это вот существование вот этой единицы и свойства этих единиц тоже на языке отображения диаграмм вот ну значит наличие в алгебре единицы означает на самом деле что существует вложение числового поля в алгебру то есть существует отображение ну и то давайте обозначить числового поля в нашу алгебру а который является вложением значит ну понятно что z1 плюс z2 равняется это z1 плюс это от z2 ну и произведение элементов переходит в произведение образов вот такой элемент и это вложение обладает таким следующим свойством вот как раз вот это вот то что написано внизу оно записывается так для любого а из нашей алгебры а и для любого z из нашего поля к выполнено свойство умножение m от а на вот этого самого это z равняется m от это z а и равняется z умножить на а где z это вот вот это вот операция умножения на числа элементов алгебра ну вот значит если у нас вот наличие вот такого вложения оно эквивалентно существованию единичного элемента если единичный элемент есть то тогда это вложение определяется просто и tat z это есть z умножить на е а и обратно если у вас есть такое вложение то тогда вы просто значение этого вложения в единицы поля это и будет ваш элемент ЕА. Вот отсюда это легко получается. То есть наличие в алгебре единицы означает существование вот такого вот отображения с вот этими свойствами. И давайте это дело перепишем следующим образом. Здесь мы еще воспользуемся вот каким фактом, что на самом деле вот такая вот вещь, ну здесь тензорное произведение на ТК, оно изоморфно А, очевидно. Потому что поскольку я могу числа протаскивать, это означает, что любой элемент Z на А – это просто единичка поля на Z А. То есть это просто, эту единицу можно игнорировать и рассматривать просто вот элементы алгебры А. Так вот, наличие единицы мы можем тоже придумать для этого свойства диаграмму, и свойства единицы будут закодированы в требовании, чтобы эта диаграмма была коммутативной. Значит, давайте сделаем следующее. вот алгебра А изоморфно АА, изоморфно АК, ну вот как я сказал, просто единичка на месте К стоит, да? Потом давайте применим такое отображение, здесь оставим на месте, а вот тут вот этот наш морфизм вложения напишем, да? И куда мы попадем? Мы попадем в А на А. И то же самое сделаем здесь. Вложение, а тут тоже попадем в А на А. Потому что вот это ИТА, числовое поле, загоняет в А. Так вот, утверждение то, что это единица, говорит следующее. Если я дальше применю операцию умножения вот этим элементом, я получу исходный элемент. Вот коммутативность вот этой диаграммки означает, что в нашей алгебре есть единица, да? Вот ассоциативная алгебра с единицей, это линейное пространство над полем К, в котором существуют гомоморфизмы М и ИТА, вот такие, что эти диаграммки коммутативны. Зачем я это нарисовал? Когда мы сейчас с вами будем определять ко-структуры, они будут удовлетворять точно таким же диаграммкам, только стрелочки надо поставить в другом направлении. Вот. Ну и давайте, чтобы подойти к определению ко-умножения и ко-единицы, давайте рассмотрим такой вопрос. Вот пусть у вас есть какая-то ассоциативная алгебра А, и вы научились строить ее представление в каких-то векторных пространствах, да? То есть, значит, у вас есть алгебра А, и у вас есть какое-то отображение Т1, ну пусть для простоты конечномерное пространство В, да? Ну и другое представление Т2, эндоморфизм В2. Да? Ну это, что это означает? Это означает линейное отображение, которое множество произведений элементов алгебры перегоняет в произведение соответствующих линейных операторов, которые здесь есть. Вот что такое представление. А теперь давайте поставим такой вопрос. Вот у меня есть вот такое представление, вот у меня есть такое представление. Я беру пространство вот такое. Как мне построить представление моей алгебры вот в этом пространстве? Могу ли я это сделать, если я знаю вот эти вот вещи? Да? Как вы думаете? То есть ты знаешь, что такое кумножение? Ну я всегда думал, что это вот первый способ для того, чтобы в таком пространстве естественно есть металл атом за А. Да. Во-во. Вы прямо сейчас буду рассказывать то, что я вам собирается рассказывать. Вообще говоря, вообще говоря, те, кому-то я это собирался рассказывать, сегодня не полюбились. Ну поскольку у нас записывает вот эта умная машина, это я вынужден это все буду говорить. То есть вы вообще теорию алгебры Хопфа вы понимаете, что это такое, да? Я знаю, не знаю. Ну хорошо. Ну вот, отлично. Есть человек, благодарный слушатель. А все остальные просто будут вспоминать, что есть и, так сказать, сопоставлять то, что они знают, с тем, что я говорю. Значит, утверждение такое. Вообще говоря, решение этой задачи в случае произвольной алгебры неизвестно. Это сложная задача и как это сделать, это, к сожалению, неизвестно. А вот вопрос, раз это сказать. А чем не годится вот такая штука? Значит, я сейчас напишу некий оператор вот в этом пространстве, значит, любому элементу А вот этот вот товарищ ставит Т1, живущий умеющий действовать на вектора В и Т2 же умеющий действовать на В2. И что, почему мне бы не взять вот так? Без сомнения, это оператор вот в этом тензорном произведении, да? и почему бы мне не сказать, а вот представление вот в этом векторном пространстве. Вот я построил некий оператор вот здесь, да? Почему это не годится? ну, например, возьмем произведение А и В, да? Два элемента. Что у меня здесь будет? У меня здесь будет написано Т1 от А В, тензор на Т2 от АВ. Поскольку и Т1, и Т2 это представление, да? Эти ножки развалятся на два произведения, Т1 от В тензор на Т2 от А Т2 от В. А это очевидным образом равно, значит, Т1 от А тензор Т2 от А умножить на Т1 от В тензор на Т2 от В. То есть, если я применю такое отображение к АВ, оно выльется в произведение отображения, чем я недоволен. Да. Вот это определение годится, но оно годится для группы. Вот если бы у меня было только умножение элементов, как в группе, это типичный способ построения тензорных произведений для группы. А для алгебры нужна еще линейность. А вот линейность обеспечить вот таким способом не удастся. Если я возьму А плюс В, здесь напишу, у меня возникнет не два слагаемых, да, а возникнет, например, ТА на Т2 от В, плюс Т1 от В на Т2 от А. Это уже все. То есть, это вещь для алгебры как раз как раз вот такое вот наивное определение, которое годится для группы, в алгебре оно нарушается вследствие того, что мне нужно еще и сложение элементов. Линейность, линейная структура не выдерживает вот такое определение. Поэтому для произвольно-ассоциативной алгебры значит, ответ это всегда искусство. Надо удастся, не удастся, это неизвестно. Но, как вот ребята справедливо заметили, а что можно построить легко вот в этом произведении, как говорят, А модулей В1 и В2? Там можно построить представление другой алгебры. Вот если я возьму вот такое тензорный квадратный алгебры, да? Как линейное пространство это понятно, что такое? Давайте немножко поговорим, а что такое А1 В1 умножить на А2 В2. То есть я хочу объявить вот этот объект тоже алгеброй. Значит, как складывать в тензорном произведении я знаю. Линейная структура над полем К у меня тут есть. А вот что такое произведение этих элементов? Ну, самый простой наивный такой способ определяется таким образом. Надо просто А1 умножить на А2 тензор В1 умножить на В2. Просто вот эти вот ножки перемножить. тогда вот это вот таким образом определенная звездочка она будет в ряде случаев будет подходящим определением умножения в тензорном квадрате и у меня получится новая алгебра. А вот эту алгебру представить вот в тензорном произведении модули В уже очень просто. Я беру элемент А тензор В и представляю его именно так, как я написал. Т1 от А тензор Т2 от Н. Вот. И нетрудно видеть, что вот эта штука она уже так сказать будет представлением А тензор А будет представление эндоморфизм В тензор В2. Вот. Ну, для конечномерных пространств эндоморфизма вот этого произведения совпадает с тензорным произведением самих эндоморфизмов, потому что вот это на самом деле представление в тензорном произведении эндоморфизмов, но мы пока ограничимся конечномерными представлениями. То есть вот этот вот объект представить просто. Поэтому очень полезной оказывается ситуация, когда для нашей алгебры А существует отображение дельта. Значит, отображение дельта это гомоморфизм. Гомоморфизм в некотором смысле обратный произведению М. То есть это отображение самой алгебры А в ее тензорный квадрат. И слово гомоморфизм означает, что, во-первых, это отображение линейное, дельта от альфа А плюс бета Б, это есть альфа на дельта от А плюс бета на дельта от Б, и это отображение есть произведение образов. Вот если существует, вот такое отображение существует, если, то тогда я уже могу построить представление алгебры А в тензорном произведении модулей V1 и V2. Я сначала ее отображу в тензорный квадрат, а тензорный квадрат представлю вот таким образом. И поскольку у меня и само представление гомоморфизм и дельта гомоморфизм, композиция гомоморфизма это гомоморфизм, я получу то, что надо. Вот. А как выглядит, как в общем виде записать вот эту дельту? Значит, давайте будем применять так называемое обозначение Свидлера значит, вообще говоря, это нечто в тензорном квадрате. И вообще говоря, это какая-то сумма элементов. Ну вот давайте А и Т штрих, тензор А и Т два штриха. Какие-то разные элементы из А, нумеруемые индексом и Е, ну и какая-то сумма по этим элементам. По этим это не что-то вот не один элемент такой вот, как это маном, да? А вообще говоря, сумма каких-то элементов. И вот дальше мы будем оперировать вот этими операциями коумножения часто, поэтому очень удобное обозначение следующее А1 тензор А2. Это не означает, что это какой-то один элемент. Это вот вся вот эта сумма вот так зашифрована. Вот это вот обозначение Свитлера на тишин. Удобное значит обозначение. И если у нас такое отображение есть, тогда я могу построить представление в произведении двух модулей. Что еще разумно потребовать от вот этой вот операции Дельта? А разумно потребует следующее. Допустим, теперь мы у нас есть три модуля, то есть три пространства, в котором мы умеем строить представление V1, V2 и V3. Мы хотим построить представление нашей алгебры вот уже в произведении трех таких модулей. Как я могу действовать? Я могу действовать так. Ну, поскольку мое Дельта оно превращает мою, отображает мою алгебру в тензорный квадрат, я могу временно обозначить вот это, ну, это какое-то новое пространство U, и для того, чтобы построить представление вот в этом тензорном квадрате уже, ну, не тензорный квадрат, а тензорное произведение двух пространств. Я сначала свой элемент A отправляю отправляю в Дельта от A равное A1 тензор A2, да, а потом представляю эту штуку T, T, от A1 тензор на T V3 от A2. И вот эти вот, эти операторы как раз будут вот в этом тензорном произведении U на V давать представление. Осталось построить вот в этом тензор, вот этот объект. Вот этот объект мне дан по условию, я умею строить V3, а в этом еще не умею. Но тут я вспоминаю, что мое U это произведение V1 и V2. Значит, мне надо вот эту вот A1 с помощью Дельта отобразить в какие-то A1 1 тензор A1 2. А потом каждый из них представить, поскольку U это V1 и V2, представить T1 от A1 1 тензор на T2 от A 1 2. Вот это попало в эндоморфизмы V1, это попало в эндоморфизмы V2. Вот. Да? То есть, на самом деле, что я сделал со своим оператором A, своим элементом A? Я какой в итоге серию отображений я применил? Я сначала применил вот это вот отображение Дельта, К умножения оно называется, да? А потом оставил вторую ножку на месте, а к первой ножке применил еще одну Дельту. Но я бы мог действовать и по-другому, поскольку тензорное произведение пространств ассоциативно, я мог бы сначала вот это обозначить каким-нибудь W и построить представление своей алгебры вот в тензорное произведение V1 на W и тогда бы это означало, что я применяю следующее. Значит, Дельта опять начинаю с Дельта, но теперь уже ножку А2 я расщепляю опять, потому что у меня уже вот это вот вторая, вторая, вторая пространство W это тензорное произведение, а первую ножку оставляю на месте. Вот. Ну и поскольку эти пространства на самом деле изоморфны, я требую, чтобы это было одним и тем же. мое отображение, которое, вот это, то, что здесь написано, это уже отображение в третью степень А, вот оно должно удовлетворять вот такому свойству. Это, вот это отображение называется отображение условием коассоциативности гомоморфизма Дельта. Ну и вот, если мы вспомним вот эту вот нашу алгебру, ассоциативную алгебру, что у нас получилось с вами, какая картиночка? Мы начали с алгебры А, да, с помощью Дельта попали в тензорный квадрат и сюда тоже с помощью Дельта попали в тензорный квадрат. А потом, взяв ИД на Дельта, а здесь взяв Дельта на ИД, мы попали в тензорный квадрат. И мы хотим, чтобы эта диаграмма была коммутативной. Вот это условие коассоциативности. И вы видите, от условия ассоциативности буквы М отличается только тем, что мы стрелочки обратили в другую сторону, а М мы заменили на Дельту. Вот. На языке коммутативных диаграмм просто надо все поменять в другую сторону. Вот. Чем вот эта коассоциативность полезна? Оно на самом деле позволяет уже строить целую категорию модулей над нашей алгеброй. Если у вас известны просто вот какие-то объекты этой категории, то это тензорная категория, там в произведениях вы тоже можете строить представление. И вот это свойство позволяет вам не заботиться, в каком порядке вы начинаете это тензорное произведение расщеплять на более простые куски. То есть изоморфизм тензорных произведений вот это вот условие, позволяет сохранить. Ну вот, значит, и так вот такой вот гомоморфизм с вот таким свойством будем называть коумножением. Следующее свойство, которое у нас на вот это вот на эти алгебры полезно потребовать. Да, вот одно маленькое замечание еще все-таки. на... когда мы с вами говорили, как мы будем умножать элементы из тензорного квадрата. вот, когда я вот так написал, значит, у меня было написано а1 тензор b1, я умножил на а2 тензор b2 и сказал, что это можно считать а1 а2 тензор на b1 b2. Что я здесь сделал? Я взял на самом деле элемент из четвертой степени а, да, то есть я взял а1 b1 a2 b2 взял такой элемент, да, что с ним потом сделал? Потом вот на этой паре, на втором и третьем месте я применил операцию перестановки, то есть я сделал такое отображение, первую ножку оставил на месте, здесь операцию перестановки сделал, а четвертая ножка пока на месте опять живет, да, попал вот в такую, вот в такой объект, а потом применил здесь умножение и здесь умножение, то есть применил m тензор m и попал в а тензор так вот вот это вот место оно на самом деле не всегда пополняется, здесь не всегда перестановка, есть например так называемый Z2 грудируем алгебры, который физики называется супералгебра, у них есть элементы с градуировкой, которые при перестановке зарабатывают знак, а вообще говоря, здесь может стоять и какое-то более сложное отображение, вот например, для того, чтобы обеспечить гамма-морфизм коумножения, скажем, в алгебре уравнения отражений, здесь придется ставить некий специальный специальное отображение из тензорного квадрата в тензорный квадрат. То есть вообще ну не совсем R-матрицы, но из R-матрицы строится, да, вот, то есть вообще говоря, определение структуры умножения на тензорном квадрате алгебры, оно не всегда, не обязано быть вот таким, и оно не всегда такое, ну конечно зависит от того, что мы потом хотим, да, но вот тем не менее. Вот, если у нас имеется супералгебра, да, то тогда с каждым элементом связана, так сказать, его четность и, скажем, перестановка от A тензор B это есть минус единица четность A на четность B A на тензор B. B на тензора. Вот если четность A единичка и четность B единичка два нечетных элемента, то перестановка выдает знак минус. Вот, поэтому вот об этом надо помнить. Значит, какое еще отображение мы видим? Отображение введем сейчас обратное единицы. Что делала единица? Единица у нас поле загоняла в алгебру. А мы определим сейчас гомоморфизм из алгебры в поле. Ну, так сказать, одномерные представления, да? То есть, пусть у нас есть элемент, вот обычно он обозначается эпсилон, значит, он A загоняет в числовое поле, и это гомоморфизм, то есть линейное отображение, которое произведение элементов переводит эпсилон от A плюс B. Ну, вот ясно, что эпсилон от A на эпсилон от B, а произведение AB превращает в эпсилон от A на эпсилон от B. И вот такое вот отображение ясно, что задает одномерное представление нашей алгебры. И мы будем называть вот такое вот отображение К единицей К единица. Если оно определенным образом взаимодействует с К умножением, вот как единица взаимодействует с умножением, К единица взаимодействует с К умножением. И это взаимодействие, это аксиома К единицы, она следующая. Должно выполняться равенство следующих композиций отображения. Эпсилон на тождественное отображение с дельта должно равняться тождественное на эпсилон с дельта. И это должно быть просто тождественным отображением на нашей ампори. Давайте немножко расшифруем, что здесь написано. Беру какой-то элемент а. То есть вот эта композиция на самом деле это отображает а в а. Беру какой-то элемент а. Начинаю, что с ним сделает дельта? Превратирую его вот в это а1, тензор а2. Попал в тензорный квадрат алгебры а. Дальше идет вот эта композиция. Значит, вот эту ножку она оставляет на месте, identity, а эпсилон превращает ее в число. Это будет эпсилон от а1, тензор на а2. Ну и поскольку у меня, значит, тензорное произведение числа проносятся, это единичка поля k, эпсилон от а1, а2. И я хочу, чтобы это было опять а. Вот это вот утверждение означает, что это опять а. Ну, поскольку мы уже говорили, что k на алгебру а изоморф на а, это означает следующее, что умножение числа эпсилон от а1 на элемент а2, это есть а. И наоборот, а1 на эпсилон от а2, это есть а. Напоминаю, что вот здесь написана некая сумма. Вспоминайте, что вот эти свидлеровские обозначения означают, что тут стоит, вообще говоря, сумма. Вот это эпсилон действует на а и т штрих, и каждое это действие умножается на соответствующие а и т 2. Вообще, говорят, тут какая-то сумма написана и должны вернуться в а. Ну, как увидеть разумность вот этой аксиомы? К чему она приводит, скажем, на уровне представлений? А вот к чему. Значит, смотрите. Пусть у вас имеется какое-то представление t какими-то операторами нашей алгебры а. Это модуль над алгеброй а. Давайте рассмотрим k на а и построим вот это вот представление, да? Построим представление этого объекта. Согласно нашим... На самом деле, вот эта штука, она изоморфна нашему а, да? Канар изоморфна а. Вот. И что я делаю? Я беру а, элемент а, отображаю его в а1, тензор а2, да? Потом представляю его эпсилон и буковкой t на t от а2. Ну, в силу того, что t – это линейный оператор, я вот это уже число, я загоняю его внутрь. t от эпсилон от а1 на а2, и это тоже будет оператор, представляющий элемент а в пространстве, в пространстве v. Вот. Вот это представление в числах, да? А это представление в v. Тут я написал так, k на v. А это тоже самое v. И наоборот, если я, скажем, возьму v на k, что изоморфно v, да? По своей науке попробую, построю представление моей алгебры а вот в этом объекте, я что должен сделать? Опять возьму дельта, только теперь эпсилон будет действовать на вторую ножку, и я опять получу представление своей алгебры вот здесь. Да, и я хочу, чтобы это был не просто изоморфизм, а вообще одно и то же. Вот я потребовал, чтобы это... Тогда это на уровне алгебры, это как раз и означает вот эту аксиому. Вот и все. Так вот, если вот этот гомоморфизм эпсилон удовлетворяет вот такому свойству, то это называется, вот этот вот гомоморфизм называется коединицей. Да? И опять же, вот это свойство вкупе с тем, значит, что оно гомоморфизм, оно приводит к коммутативности диаграммы, похожей на диаграмму, которую мы описали, наличие единицы в алгебре, и тоже надо обратить все стрелочки назад. Вот я начал с алгебры А, с помощью дельта я попадаю в тензорный квадрат, с помощью дельты с другой стороны попадаю в тензорный квадрат, да? А потом беру вот это вот id на эпсилон, попадаю, значит, в алгебру А на К, отсюда беру эпсилон на identity, попадаю А на А, ну и поскольку это все изоморфно самой А, я требую, чтобы это равнялось тому же самому. Вот это опять диаграмма для единицы, только надо стрелочки, которые шли вот так, обратить в другую сторону, и вложение it заменить на вот эту коединицу эпсилон. Вот, значит, вот такая вот штука у нас с вами есть. Так вот, если в нашей ассоциативной алгебре с единицей есть коединица и коумножение, то такая алгебра называется биалгеброй. Вот, значит, ну давайте определим еще третью важную структуру, так называемый антипод. Отображение антипода. Значит, отображение антипода позволяет строить представление нашей алгебры. Если вот у нас есть какое-то пространство V, в котором мы научились строить представление, то если в нашей алгебре есть отображение антипода, то мы сможем построить представление в дуальном пространстве V со звездочкой. Ну, и стало быть, сможем строить представление в пространстве V, тензор на V со звездочкой, что есть андоморфизма V. То есть на операторах на пространстве V мы тоже сможем строить представление. Ну, скажем, для группы алгебры Ли это конструкция очень известная, но это связано с тем, что на самом деле групповая алгебра и универсальная обертывающая алгебра – это алгебры Хопфа. Итак, что такое антипод? Значит, давайте предположим, что существует линейное отображение S. Существует линейное отображение S, которое является антигомоморфизмом. То есть S от AB равняется S от B на S от A, переставляет множители. Ну, типичный пример, например, транспонирование матрицы. Или если матрицы обратимы, там, взятие обратной матрицы. Вот пусть у нас есть вот такое отображение. Тогда по любому представлению, вот если у меня теперь есть представление моей алгебры A в эндоморфизмах V, я могу построить представление T со звездочкой, которое алгебру A будет представлять в эндоморфизмах дуального пространства V со звездочкой. Вот как раз с помощью вот этого отображения. Каким образом? Ну, очень просто. Значит, что такое дуальное пространство? Это пространство линейных функционалов, или по-другому можно сказать, что существует невырожденная билинейная форма, вот так вот я обозначу, которая V отправляет в числовое поле. То есть, допустим, элемент кси обозначает сильно разными буквами вот эти линейные функционалы V, то есть действие кси на V мы можем обозначить как спаривание вот этой билинейной формы. Так вот теперь, значит, что у меня есть? У меня есть отображение для любого A. Я строю в соответствии оператор T от A, который умеет действовать на вектора. То есть T от A действует на вектор и дает какой-то вектор V1. Вот это линейный оператор. Это представление, то есть произведение элементов переходит в произведение операторов, сумма элементов происходит в сумму операторов. Так вот, я должен теперь построить линейный оператор, это звездочка от A, который будет действовать на любой функционал кси и давать какое-то новое кси1. Как мне это сделать? Ну, если кси1 это линейный функционал, то, чтобы его определить, я должен сказать, как этот функционал действует на любой вектор V. Как он кушает эти вектора и какие числа выдает. Значит, определение такое. Вот этот вот функционал кси1, действуя на вектор V, совпадает с действием вот этого функционала кси на объекте ТС от А действует на В. С от А – это элемент алгебры, поэтому Т от этого элемента алгебры – это какой-то оператор, который я умею строить, это значит какой-то вектор. Вот. Вот это такое определение. И нетрудно видеть, что именно свойство антигомоморфности С, то, что оно переставляет в результате действия на произведение, переставляется множители, позволяют утверждать, что Т со звездочкой – это… Давайте чуть более симметрично запишем. Оператор Т со звездочкой от А действует на функционал кси, и это дело спаривается с вектором В, это все равно, что функционал кси спаривается с Т от А действует на… С от А действует на В. Вот именно отсюда, из вот этого вот наличия здесь С от А, следует утверждение, что Т со звездочкой от А умножить на В – это есть Т со звездочкой от А умножить на Т со звездочкой от В. Ну, я не буду это проводить, эта выкладка тривиальная, но в качестве упражнения можете и так. То есть, имея вот это вот антигомоморфное отображение, я могу расширить класс своих представлений, начать строить представление своей алгебры в С со звездочкой. Ну вот. И дальше, естественным образом, я могу построить свои представления в пространстве эндоморфизмов В, которые вот изоморфны, как векторное пространство В на В со звездочкой. Вот уже, я думаю, кто скажет, как должна… Какую цепь гомоморфизмов я должен приложить к объекту А, чтобы в конце получить оператор, действующий вот в этом пространстве. То есть, оператор на операторах. Итак, начали с буковки А. Что надо дальше делать? Да, поскольку у меня цель построить в каком-то тензорном произведении, мне надо эту А расщепить. С помощью дельты я его отправляю в А1, А2. Замечательно. Дальше что? Ну, нет. А дальше я должен представить вот в этом пространстве вот этот тензорный квадрат. Поэтому я должен написать Т от А1 тензор на Т со звездочкой от А2. Сначала А2 надо сделать при помощи А1, а потом уже есть стабильность. Ну вот да, а, понятно. Значит, вот эта вот звездочка, она внутри эту S содержит. Да, после умножения сразу S содержит. Да. Так вот утверждение такое, которое уже не столь очевидно, но, по-моему, оно в листочке будет. Утверждение. Давайте напишем явную формулу. Вот пусть у меня есть какой-то оператор F, да, вот. И вот давайте вот это вот напишем, что это такой вот оператор Q от А, который действует вот в этом вот V на V со звездочкой. Значит, как явно выглядит Q от А действует на произвольный оператор F? Во что он его превратит? А он его просто обложит с двух сторон следующим образом. Здесь надо взять T от А1, потом взять F, а здесь будет T от S от А2. Это произведение трех операторов в пространстве V. Вот во что явно вылится вот эта формула, если я просто потребую написать, как у меня элемент А превращается в нечто действующее на линейном пространстве, состоящем из этих операторов. Вот такая штука. И именно такая формула, вот вскоре мы будем рассматривать с вами примеры алгебры Хопфа, да, значит, вот это самое общее выражение, оно легко обобщает, ну, в смысле, из него легко следует хорошо известная формула следующая. Пусть вот у нас группа G есть, группа G, да, и она представлена какими-то элементами T от G в каком-то векторном пространстве, да, так вот, вот эта группа G, после этого представлена и в этих самых, не как действующие на вектора пространства V, а как она представлена в пространстве самих эндоморфизмов. То есть у нас получается Q от G действует на оператор F, вот известная формула T от G F T в минус первый от G. Если T это представление группы G, то вот это тоже представление группы G, такое присоединенное представление, на операторах этого пространства. Так вот, оказывается, что это буквально отражение вот этой формулы. Вот. А если у вас есть алгебра Ли, G алгебра Ли, и вы ее как-то представили в пространстве V, то есть T от S, S принадлежит вот этой алгебре Ли, это тоже какие-то операторы из пространства V, то на самих операторах Q от S действует на F, будет действовать вот таким образом. Надо взять просто T от S, и коммутатор с оператором. И вот это тоже хорошо известная формула, тоже отражение вот этой вот штуки для конкретного случая, когда вот эта вот алгебра А, которую мы представляем, это универсальная обертача, она тоже алгебра Хопфа. Ну вот. Давайте все-таки пока примерчики отложим, добьем требования на вот этот антипод S. Кроме того, что это антигомоморфизм, чего мы от него еще хотим. Давайте скажем, как эта штука взаимодействует как эта штука взаимодействует с К единицей и с самим вот этим дельта. Да? вот эта формула нам сейчас как раз понадобится. Вот проиллюстрируем вот эту следующую аксиому антипода на таком на таком примере. Значит, пусть у нас наша алгебра А представлена операторами пространства и рассмотрим в этом пространстве единичный оператор. Тождественный оператор. Единичный оператор пространства как будет в соответствии с вот этой формулой действовать наше представление К на вот этом единичном операторе. Для любого А принадлежащего алгебре А вот это К от А действует на вот эту самую единицу. Это будет произведение трех элементов, но только вместо Ф будет единица стоять. То есть это будет равно Т от А 1 на Т от С от А 2. Вот естественно потребовать, особенно глядя на вот эти частные примеры. Вот что будет если я здесь вместо Ф возьму единичку. Здесь она вообще просто останется единичкой, а тут она в ноль превратится. Да, хотим, правильно, давайте попросим, чтобы вот это порождаемое этим оператором одномерное подпространство среди множества всех операторов было инвариантным. то есть вот это Q от А это будет максимум какой-то лямбда от А на него же самого. Ну и в силу того, что вот эта штука это гомоморфизм, вот это будет одномерное представление. Правда? очевидно, очевидно, да? Но у нас это одномерное представление уже есть, это наша Q единица. Давайте ее тут и поставим. Эпсилон от А, а единица это на самом деле Т от Е А. Ну вот, а поскольку у меня здесь стоит произведение операторов, а это представление, значит, это Т от произведения вот этих штук. То есть я прихожу к такому требованию. С на уровне алгебры, да? Я хочу, чтобы это было эпсилон от А на единичный элемент алгебры А. Ну, аналогичное рассуждение, только вот эту вот форму билинейную, которая у нас связывает В и В со звездочкой, надо чуть-чуть переопределить, так называемые правые дуальные пространства, да? Мы можем получить разумность вот такого требования. С от А1 на А2. Это есть тоже эпсилон от А. на единице оператора А. Теперь мы можем убрать вот этот произвольный элемент А и написать это в виде равенства определенных отображений, да? Значит, что здесь вот это вот, как получить вот этот элемент, да, из произвольного А? Что мы сделали? Мы взяли дельту, и она у нас расщепила букву А в тензорное произведение А1 и А2. Потом мы сделали следующее. Первую ножку оставили в покое, а на вторую подействовали С. Да? Вот. Ну и наконец, чтобы получилось произведение, мы взяли произведение в алгебре. Перемножили эти элементы. Здесь будет то же самое, но только С встанет на другое место. Я хочу, чтобы это дело равнялось. А здесь что здесь написано? да, но в виде да, да, да. Вот это вот, вот эта штука, это у нас отобран, то есть вот это вот число умноженное на единицу, да, это значит, что у нас? Композиция чего? это композиция ито на ко единицу. Правда? То есть сначала вот это равенство, что означает? Сюда подставляю произвольное а, и сюда подставляю произвольное а. Оба равенства, обе части должны иметь смысл и давать одно и то же. Подставляю а, эпсила на та, это будет число, а потом вложение ито вернет его в алгебру вот тем самым свойством, умножив это число на единичный элемент. То есть вот эта вот штука, подействов на произвольное а, это вот как раз будет вот. То есть вот у меня еще одно свойство, которое завязывает антипод с х умножением с умножением и с ко единицей, и с единицей. И, в общем, вот такое антигомоморфное отображение, удовлетворяющее вот этой аксиоме, называется отображением антипода. у нас действует пространство эндоморфина, а в пространстве эндоморфина есть линия функции следа, и мы хотим, чтобы это было пространство идеальное представление. да, да, например, так, да, можно и так, ну, со следом тоже, конечно, не всегда этот след, след, что такое след, тоже надо определить, это не всегда сумма диагональных элементов матрицы, вот вы определяли квантовый след, R-след точнее, да, вот в некоторых, например, в категории представления алгебры уравнения отражений, там как раз след плохая штука, а вот R-след взвешенный, он будет хорошая штука, он будет тоже вот хорошо играть в правильные игры с антиподом и со всем остальным. Вот, ну, еще я вам проведу парочку аксиом, которые можно считать независимыми, а можно пытаться вывести из предыдущего, я точно не помню, выводится это или нет. Значит, что будет, вот если я возьму элемент A, да, я знаю, что такое от него дельта, да, а если я возьму элемент S от A, то от него к умножению как-то вот с умножением A связаны или нет, как-то связаны вот такая вот вещь. То есть, если я теперь попробую сделать к умножению к вот к этому элементу, оказывается, надо сделать такую вещь, просто переставить две ножки от S tensor S на дельта. Да, то есть, что здесь написано? Здесь написано S от A 2 tensor S от A 1. Дельта превратит в A1 в A2, антипод превратит в S A1 S A2, а P1 A2 просто перестает. И это будет дельта S от A. Вот. ну и что такое K1 примененная S от A? Это то же самое, что K1 примененная к A. K1 у них совпадает. Ну и вот это вот свойство, которое я уже только что стер, на диаграмм, когда у нас было M, дельта и S, переписывается вот в таком виде, что A отображается с помощью дельта в A tensor A, вот, потом мы идем id на S, мы отображаемся опять в A tensor A, здесь наоборот S на id тоже остаемся в tensor квадрате, потом берем умножение отсюда, умножение отсюда, попадаем в алгебру A, и это все равно, что мы с помощью эпсилона попали в поле K, а потом с помощью вложения вернулись в нашу алгебру A. Вот это аксиома антипода и, значит, ассоциативная алгебра с единицей, которая обладает отображениями K умножения K единицы и антипода называется алгебра Хопфа. То есть это подкласс биалгебр, вот, и она обладает, то есть наличие вот этой Хопфовой структуры позволяет легко строить богатую теорию представлений вот такой алгебры. Вот мы все время опирались, так сказать, смотрели, какой смысл вот эти операции имеют, если мы строим какие-то представления, и мы видим, что наличие вот этих вот операций, но позволяет строить наше представление. Ну, давайте теперь приведем пример. Следующий у нас объект это дуальные алгебры Хопфа. Сколько сейчас у нас времени? Осталось как раз совсем немножко времени. Давайте парочку самых простых примеров приведем. Любимый пример физиков это универсальная обертывающая алгебра Ли, теория сложения угловых моментов и прочих вещей. Значит, она как раз базируется на том, что универсальная обертывающая любой алгебра Ли это алгебра Хопфа. Значит, мы с вами определили универсальную обертывающую вот если у вас есть алгебра Ли ИТ ЕЖТ С ИЖКТ ЕКТ это ЕИТ это базис нашей алгебры Ли С ИЖКТ это структурные константы то универсальное обертывающее алгебры Ли Ж это тензорная алгебра пространство Ж поделенная вот эта скобочка означает двусторонний идеал вот в этом пространстве вот по соотношениям типа ЕИТ Тензор ЕЖТ минус ЕЖТ Тензор ЕИТ минус С ИЖК ЕКТ но по повторяющемуся индексу у меня суммирование вот тут сумма идет вот такой вот элемент набор таких элементов для разных ИЖ порождает двухсторонний идеал и фактор по этому идеалу это вот это вот универсальное обертывающее ну я все время это говорю это понятно что скан это очень простая конструкция в общем-то вот то есть два элемента эквивалентны если их разность это нечто так сказать содержащее внутри себя вот вот такое вот какое-нибудь вот такое выражение вот значит давайте определим утверждение ну вот это так сказать конструктивное определение универсальное обертывающее а вообще говоря в определении сказано что универсальное обертывающее на самом деле распорождается всеми вот этими вот элементами еита и ежито и достаточно наши ко-структуры определить вот на вот этих элементах на еитах потому что любой элемент универсальной обертывающей это просто какая-то конечная комбинация маномов из этих еитах и если у меня дельта это гомоморфизм то тогда и я знаю как это дельта действует на еите то как она действует на еите ежито якато я знаю просто из того что это гомоморфизм разделил значит в произведение мне надо знать только как действует на каждый вот этот базисный элемент так вот утверждение следующее дельта от еита это есть еита на единицу алгебра у вот это ассоциативная алгебра с единицей да плюс это так называемая ко-коммутативное ко-умножение потому что если здесь применю перестановку 1-2 оно не изменится поменяю местами вот эти элементы вернусь к тому же что и было дальше значит мне надо как да ну дельта от единицы алгебры это всегда а вот квантовые группы явились так сказать первым примером когда было обнаружено то есть предыдущие примеры они были либо такие вот алгебра не коммутативно вот как универсальное обертывание но коумножению по коммутативно можно строить алгебра коммутативно а коумножение не ко-коммутативно вот а чтобы и алгебра не коммутативно и коумножение не ко-коммутативно это вот первый пример это была квантовая группа вот значит это вот такая вот такая штука давайте определим как действует ко-единица утверждение эпсилон на каждом еитом это 0 ну единственный ненулевой результат это единичка числового поля когда я действую на единицу своей алгебры и антипод с от е и т это минус е и т но с от единички это единичка вот так просто выглядит эта структура вот эта вот вещь на самом деле не удивительно особенно особенно если у нас скажем алгебра ли полупростая да а что такое эпсилон от е и т это одномерные представления правда а у полупростой алгебры нетривиальных одномерных представлений нету поэтому то что у нас к единице все генераторы убивает это так сказать не не неудивительно ну и доказательство того что вот это вот дело хорошая операция да что надо проверять во первых надо проверять аксиомы да которые связывают вот эти вот операции и во вторых надо проверить что ну мало ли я какое отображение задал на генератор а потом сказал а дальше я так сказать по гомоморфизму это отображение распространяю на любые маномы алгебра то у меня из этих е и т не свободна и у меня в этих маномах есть вещи которые равны нулю вот например вот эта вот комбинация да смотрите е и т е ж т минус е ж т е и т минус ц и ж к т е к т равно нулю в факторе поэтому с одной стороны если я сюда подействую дельта я должен по прежнему получить ноль а с другой стороны это у меня должно быть дельта от е и т дельта от е ж и т минус дельта от е ж и т дельта от е и т минус ц и ж и к дельта от е к и не любое отображение дельта е удовлетворяет этому свойству но вот это отображение удовлетворяет тут легко подставить и посмотреть здесь у вас вот в этом произведении значит симметрические части они просто сократятся а в итоге здесь останется просто е и т е ж т на единичку минус е ж т е и т на единичку и плюс второе такая же разность когда е и т е ж т тут стоит и в силу соотношений валгебры ли у вас здесь возникнет ц и ж к е к это как раз потом свернется все сюда здесь очень все удачно определено то есть это вот пример алгебры Хопфа любая универсальная обертывающая алгебра это алгебра Хопфа ну в общем в записках которые я выложу на сайт тут вот подробно приведены некоторые конструкции а мы давайте еще последний примерчик приведем так называемая групповая алгебра вот пусть у нас ну и для простоты конечная группа например группа перестановок если у вас есть конечная группа то вы строите объект который называется групповая алгебра ну его можно вот скажем С от Ж Ж это группа давайте такое групповая алгебра это линейное пространство размерность которого совпадает с порядком группы то есть сколько в ней элементов и ее можно трактовать как такие вот формальные коэффициенты ВИТ ЖИТ где ЖИТ бегают во всей нашей группе Ж вот вот это линейное пространство то есть ЖИТ это как бы базис этого нашего линейного пространства а умножение этих элементов приходит из ВИТ ЖИТ если я умножу на сумму каких-то ВИТ ХИТ то умножение это просто ВИТ ВИТ ЖИТ на ЖИТ АЖИТ тут то что что-то вот это такое я знаю это какой-то элемент группы С и ЖИТ то есть я опять получаю элемент вот такого вида это алгебра вот единичный элемент понятно что такое это единичка группы да ассоциативная алгебра с единицей так вот утверждение следующее тоже проверьте это в качестве такого упражнения значит мне достаточно опять на базисных элементах определить свои ко-структуры чем уравняется дельта дж те кто знаком с алгебрами хоп можете это приверти да это просто такая же это так сказать вот здесь и вылезает вот тот способ построения представления группы которые мы с вами говорили в самом начале так теперь что такое антипод это же в минус 1 поскольку у меня все элементы группы обратимы то это значит ну и эпсилон от от любого же эпсилон от единичка вот такая структура это тоже тогда вот эта штука это тоже алгебра хопфа вот с такими элементами ну хорошо то есть на следующий раз мы с вами разберем что такое дуальные алгебры взаимно дуальные алгебры хопфа вот и перейдем уже к изучению конкретно вот этих двух квантовых матричных алгебр ртт и алгебра уравнения отражений какие там хопфовые структуры какие там центральные элементы и какая у них теория представления и вот на этом пути нам очень потребуются р-матрицы которые вы изучали с павлом николаевичем ну вот хорошо спасибо за внимание так теперь